В нашу сторону на большой скорости плыла под водой змея. Мы стояли на берегу реки Уса. Здесь же находилось несколько лодок отдыхающих. Змея подплыла к одной из лодок, высунула голову и стала смотреть на нас. По коже пошел холодок. Сейчас прыгнет на нас, мелькнула мысль. Но змея стояла, точнее говоря, плавала в воде. Поскольку зверюга не вылазила на сушу, мы тоже осмелели и стали ее внимательно рассматривать. Змея длиной около метра. Кожи какие-то, полоски, ромбики, треугольнички. Казалось, она сейчас нам скажет, вы чего сюда пришли. Это наша территория, мы здесь живем. Змея внимательно рассматривала нас и рассматривали змею. Но через какое-то время ей, видимо, надоело. И она ушла в освояси, в глубины реки Уса. Посмотрев водную поверхность, мы обнаружили, что здесь не одна змея, а несколько змеев. Похоже, они этот берег давно освоили. Мы заметили на поверхности не менее десяти змей разной длины. Обратили внимание, что змеи высовывают голову для того, чтобы подышать. Набрав воздуха, они опять ныряют на глубину реки Уса, а может быть, где-то здесь и прячутся в камнях. На следующий день мы позвонили в национальный парк Самарская Лука и рассказали им про змей. Общеные предположили, что это обычный водяной ужик. Но для купания все-таки посоветовали найти другое место. Продолжение следует... Продолжение следует...